Я говорю, что он был правдив и достоверен в любом качестве. Георгий, разреши отойти на Истринский рубеж. Отойти, значит, отступить, товарищ Рокоссовский! Нет! Не шагу назад! Стоять на смерть! Михаил Александрович был рожден для этих ролей командиров, командующих, директоров. Оливьеву решил освободить Мерецкого от должности начальника генерального штаба и на его место назначить пас. Товарищ Сталин, я никогда не работал при штабах. Я всегда был в строю. Начальником генерального штаба быть не могу. Никто не представляет себе такого Жукова. Даже Жукова меньше держат, как говорят, за Жукова, чем Леонова. Рокоссовского. Константин Константинович, ты долго думаешь топтаться перед Снегирем? Поезжай-ка и разберись на месте, невзирая на лица. А потом доложи. На доброго. Все его роли, эти маршалы Жуковы, какие-то короли, императоры, и вообще его образ киношно-театральный, он никогда бы в жизни по нему не скажет, что папа был просто стеснительный, мягкий человек в жизни. Ну-ну, что ты, что ты, моя дорогая? Все будет хорошо, вот увидишь. Я всегда думал о нем человек на все времена. Он был человеком, который застал сталинскую эпоху и был там человеком. Он прошел всю вот эту вот коммунистическую требедень, понимаете, постсталинскую, и был там человеком. Он проехал все придурства перестройки и остался человеком. И ушел человеком. Потому что он был задуман и прожил свою жизнь как человек на все времена. Михаил Ульянов мог сыграть все. В каждую роль он вкладывал всего себя без остатка. Позже актер сам удивлялся, как ему удалось сыграть таких разных персонажей. С одной стороны, он Ленин, Сталин, маршал Жуков, Степан Разин, Ричард Третий. С другой, он же, председатель Егор Трубников, мятежник Митя Карамазов, генерал Чернота и дед из Ворошиловского стрелка. Но всех их он считал актерской удачей. Ульянов везде одинаково достоверен. Ни в одной роли он не повторяется. Изобретите, пожалуйста, машину, посредством которой вот эти образы, Жукова, Черноту, она могла бы соединить в единое человеческое существо. Вот это и будет Ульянов. Актер Михаил Ульянов был невероятно разноплановым. Но человек Михаил Ульянов удивительно последователен. В жизни Михаила Александровича были четыре главные женщины. Единственная супруга Алла Парфаньяк. Единственная сестра Маргарита. Единственная дочь Елена. И единственная внучка Лиза. Всю свою жизнь вне сцены Михаил Ульянов посвятил своим четырем женщинам, каждая из которых стала для него единственной. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Характер этот человек совсем другой. Так, что называется, налево-направо себя не разбрасывал никогда. Вот я знаю о том, что Михаил Александрович имеет родную сестру, которая живет в Омске, которая безумно похожа на Михаила Александровича. Похожа, наверное? Нет, похожа, потому что я помню фотографию. Многие, причем я не нахожу этого, поскольку, может быть, потому что он мужчина, я женщина, в детстве побольше были похожи. Роль, которую он исполнял в картине «Позови меня, отдали светлую» моего родного брата, у него это шло как по массе. Вообще, я хочу сказать, что с великими актерами очень легко работать. Сложное детство Миши Ульянова не предвещало великой актерской карьеры. Отец Александр Андреевич работал председателем сельхозартеля. Мать, Елизавета Михайловна, была домохозяйка. В семье двое детей – старший сын Миша и дочь Маргарита. Мама у нас же такая строгая была. Отец мягкий человек был, а мама построже. Видимо, закалила ее вот такая вот жизнь в детстве. А это все очень читается в фотографиях его детства. Миша никогда не мечтал стать актером. Простому сибирскому пареньку люди актерской профессии казались просто иноземцами. Ведь в небольшом городке Тара Омской области и театра-то не было. Когда Миша Ульянову исполнилось 15, в Тару на гастроли приехал театр. Побывав на спектаклях, Миша решил попробовать. Было во время войны, еще когда учился он в школе. И как во всех школах были самодеятельности. Он там всегда читал какие-нибудь произведения, а я пела. Да ладно, что? Террия. Вот, я первый раз была на его первом спектакле. И сказала, я говорю, тебе надо это. А он говорит, да кто его знает, можете пригодиться. Вот были его слова. Он приехал из Омска, поступил в Щекинское училище в 46-м. И потом его сразу взяли в труппу. В 51-м. Амплуа Ульянова с правильным происхождением и правильной фамилией определилась сразу. Социальный герой. Достоверный, современный, сегодняшний. Он не оставляет сомнения в том, что веришь ты ему или не веришь. Конечно, веришь. Потому что с такой степенью затрат сложно врать. Он, как мне кажется, никогда этого не делал. Погружение в судьбу, в характер человека. В глубинное погружение и включение всей своей нервной системы в судьбу своего персонажа. Это высочайший уровень. Это Вахтанговская школа. Граждане, а вы что висите, а? Заходите, заходите на площадку, пожалуйста, проходите. Михаил Ульянов воплощение настоящего мужчины. И у многих женщин он ассоциировался с мужьями, так и не вернувшимися с фронта. Жизнь Ульянова на сцене и в кино была насыщенной и блистательной. Но личная жизнь актера в тени. Жена красавица Алла Парфаняк известна по звездной киноленте «Небесный тихоход». Простите, товарищ командир. Командиру полка направо? Я от газеты. Я думала, вы ас. А вы от вас? Мама тогда была очень легендарной женщиной. В то время красоткой поразительной совершенно. Знала себе цену. Мама всегда была очень такой сильный характер, властная. Представлено, какое оно производит впечатление на окружающих. Естественно, этим пользовалась. Ну и, в общем, так все сходилось, что они должны были пожениться с Михаилом Александровичем. Но это произошло не вдруг, не сразу. А вот Петровна выбирала. Проверяла. Вместе с Аллой Парфаняк Ульянов прожил до конца жизни. Почти 50 лет. Пиша, 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 пей до дна. Пей до дна, пей до дна, пей до дна. Они когда помоложе были, они все время бегали вот к тем соседям играть в преферанс. То есть они там сидели практически летом каждый вечер, играли в преферанс, гуляли, да, и очень дружили. А я была маленькая, и окно у меня выходило как раз на тот дом, где они на веранде. В то время он немножко по-другому выглядел. Я, значит, брошена в этом доме одна, они там играют в преферанс, веселятся. Я все, значит, сидела и смотрела завистливо через окошко на эту веранду. Это было примером для подражания здесь, на самом деле, до сих пор. Потому что это просто были настоящие такие, знаете, глубокие отношения, которые по жизни слито из молодости, вот, всю жизнь. В последние годы своей жизни Ульянов сказал, среди многих обстоятельств иногда решающую роль играет тот, кто рядом с тобой. Будь это друг, а еще важнее, есть ли это жена. Угадаешь, и это позволит взлететь на вершину мастерства и популярности. Не угадаешь, опустишься на дно. И он взлетел на вершину. Первый успех пришел с ролью Николая Кайтанова в фильме «Добровольцы». Он все мог. Его можно было придумать в любом качестве, и любой характер он мог выполнить очень достоверно. Ну, такой настоящий, его манера проживания роли, понимаете, ничего не придумывалось, ничего не делалось поверхностно. Все через натуру, через его собственные нервы, через его душу. Вот что, детка, не шумей. Мы на всякое дело готовы. Откатка так откатка. Нам все равно. Нет, нет, не все равно. Я говорю, все равно. Идем к той коляске. Куда везти? Рейд! Алла Петровна в жизни Михаила Александровича была каким-то вот главным цензором, да? Причем цензором не в злобном понимании этого слова, а в очень дружеском. Очень, то есть, практически Алла Петровна была единственным человеком, мнению которого Михаил Александрович доверял абсолютно. Он просто абсолютно доверял. Потому что она ему всегда говорила правду, которую не все и не всегда ему могли сказать по жизни. Она, в общем, сделала из отца в очень большой степени то, чем он стал в результате. Даже не про то, что она там какие-то готовила супы и посвятила себя семье. То есть она его как бы ограждала от каких-то, может быть, слишком поспешных, либо очень неправильных движений, ходов, там, ролей. Он всегда с ней советовался, когда читал какие-то сценарии. Они читали вместе всегда. То есть он всегда давал маме, всегда выслушивал ее мнение. Актриса Алла Парфаньяк сделала свой выбор в пользу семьи. Она продолжала играть в театре, но в кино сниматься перестала. Выбрав роль жены, Алла во всем помогала мужу. Она каким-то образом потеряла от того, что она перестала сниматься. Но я думаю, что все-таки это был осознанный выбор, потому что она приобрела гораздо больше. Это семья и благополучие общее. То есть и муж, и ребенок. И, наверное, как-то спокойствие. Мама памятна, что мудрая, она очень мужественная женщина, по-моему. Она такого особого мужества, особого, необычная. И для актрисы тем более необычная. Все-таки актриса, да еще красивая женщина. Но она должна быть такая какая-то изнеженная, немножечко избалованная. Но Алла Петровна другая, совсем она тверда, как скала внутри. Даже когда у нее руки, она мне показывала сплошные жилы. И сама похудела, но все равно это скала. А Михаил Александрович, конечно, скалой был только внешне. Внутренней скалы там не было. Но человек поразительных совершенно человеческих качеств. Абсолютно поразительных. В фильме «Председатель» Ульянов сыграл главную роль. И сделал это с виртуозной достоверностью. Зрители поверили Ульянову-председателю. В 1965 году по просу читателей журнала «Советский экран» председатель был признан лучшим фильмом года. Награда не заставила себя ждать. Михаил Ульянов удостоен самой почетной – Ленинской премии. Единогласно! Ну так. Раз вы так. Будем, как говорится, насмерть вместе до коммунизма. Вот тогда вышла картина «Председатель», да? И было непонятно. Вроде как Михаил Александрович, да? Человек либеральных взглядов, демократических. А председатель себя ведет как тоталитарный вождь колхоза. Бабы, впрягайтесь, так сказать, там, пошите поле. То есть как бы не сходились концы с концами. То есть с точки зрения концепции – полный бред. С точки зрения сердца – миллионы плакали от того, когда он говорил, у бабы вставайте, впрягайтесь, и с ними шел. Понимаете? Миллионы плакали. Вот эта вот локомотивная тяга, которая в нем всегда была, и вот этот бешеный совершенно темперамент. Да какая разница, как он играет? Председатель колхоза или еще что? Ты понимаешь, что он это делает на сто процентов. Он это делает максимально. И ты влюбишься во всех председателях, к чему ты мать. Ты будешь верить, я не знаю, там, всем, кому не по пути, с кем это связано. Михаилу Ульянову, несмотря на положительный образ, поразительно точно удавались отрицательные роли. Ульянов снимается у режиссера Владимира Басова в фильме «Тишина» в роли стукача и мерзавца. Это нос и строчишь, когда тебя кают с носом. Подожди, я говорю! Ответите! За все ответите! Министр культуры Фурцева возмущена. Ведь в это же время он играет Ленина в спектакле «Человек с ружьем». Только Ульянову это могло сойти с рук. Ленина в спектакле «Тишина»! Ленина в спектакле «Тишина»! АПЛОДИСМЕНТЫ Не бывает так, что вот это хорошее, а это плохое. Вот это верно, это невероятно. Так не бывает. Шином намотан довольно сложно. Я не помню, напрочь не помню фильм, в котором он играл какого-то, в общем-то, негодяя. Мама еще была живая, и мы смотрели в кинотеатре. Тишина, по-моему. В кинотеатре. Если я тоже правильно помню. И он там, ну как, не бьет, а ударяет по щеке ребенка. Кошмар. Угу. Я помню, мама чуть ли не на весь зал закричала, Мишка, ты с ума сошел. Было же время, нельзя было руку поднять. О, зачем так высоко руку? Надо пониже. Не надо так. Мы идем в районе дороги. Позже Михаил Александрович говорил, что играл отрицательные роли, потому что боялся окаменеть в идеологических образах. Одной из его любимых была роль в фильме Никиты Михалкова «Без свидетелей». Ульянову было интересно играть персонажа, который юлит и выкручивается. Когда я уходил от вас, ты закричала, Димка, Димка мой, Димка мой, Димка. С его вечными капризами и гландами был только предлог, зацепка, а нужен был тебе я. Опыт отрицательных персонажей не прошел даром. При написании сценария к фильму «Бег» в роли генерала Черноты Владимир Наумов и Александр Аллов видели только Ульянова. Я говорю, кладите, как мне есть, в церкви. Лежу, рожаю, замерз, и вдруг слышу комиссар шпорами шлеп-шлеп-шлеп-шлеп. Он полностью совпадал с нашим представлением об образе Черноты. Мы видели в его актерских и человеческих возможностях как бы соединиться с этим персонажем, который написал Булгаков. Очень здорово. Я лично не вижу другого Чернота, хотя многие блестящие актеры играли. На предложение режиссера Юрия Озерова сыграть маршала Жукова, Ульянов ответил отказом. Он просто посчитал, что не похож. Потом Михаил Александрович узнал, что на роль Жукова его одобрил сам великий полководец и не мог не согласиться. Не шагу назад! Стоять на смерть! Роль Жукова в фильме по просьбе самого маршала играет артист Михаил Ульянов. Спросите кого угодно, никто не представляет себе другого Жукова. Даже Жукова меньше держат, как говорят, за Жукова, чем Ульянова. Он был похож на Жукова. Сыграл он его, с моей точки зрения, очень хорошо. Ни больше, ни меньше, чем надо. Был фильм «Один день командира дивизии», где мне предложили роль Рокоссовского. И я должен был в одной из сцен сниматься с Михаилом Александровичем Ульяновым. Вот по-человечески я был мальчиком. Вот такой мальчиком при великане. Товарищ командующий, почему спать зарегли? Маршала Жукова Михаил Ульянов играл в течение 25 лет. Позже актер очень сожалел о том, что не познакомился с маршалом лично. Сначала он боялся беспокоить великого полководца, а потом маршал был болен. Когда военачальника хоронили, Ульянов тоже поехал проститься. К залу, где стоял гроб, оказалось не подъехать. Охрана, увидев, что в машине сидит Михаил Ульянов, сразу пропустила его. Как Бабочкин вошел с ролью Чапаева, так я, вероятнее всего, вошел в историю кино нашего советского, в роли Жукова. Наше условие одно. Безоговорочная капитуляция. Огонь прекратить через 15 минут. Пленных будем принимать у бранденбургских ворот. Образ Жукова, несгибаемый, он был не таким. Он это играл. И у него было достаточно материала для того, чтобы это сыграть, достаточно убедительно. Но внутри он был не таким. Папа всегда был очень человек мягкий и не зажатый, конечно, но стеснительный. Как это ни смешно звучит, потому что все его роли, эти маршалы Жуковы, какие-то короли, императоры, и вообще его образ киношно-театральный, он никогда бы в жизни по нему не скажет, что папа был просто стеснительный, мягкий человек в жизни. С экрана у Ледов производил впечатление главы большой семьи. А на самом деле у актера единственная, но горячо любимая дочь Елена. Значит, мы были на гастролях, и в это время родилась Лена. И мы выходили из самолета, а Алла Петровна показала ему дочку, только что родившуюся. И у него, я не знаю, как это бывает, но у него брызнули слезы. Брызнули. Лена не стала актрисой, и Михаил Александрович считал это своей заслугой. Он со мной очень долго разговаривал на эту тему, я помню, в кабинете, и доказывал мне просто всеми правдами и неправдами, на любых примерах, что я не должна быть ни в коем случае актрисой. Вот ты, кстати, сказал, что тебя не пустили в артисты, знаешь, по этому поводу, что твой папа сказал? Нет. Хватит нам двух артистов в доме. Михаил Ульянов много работает, но это имеет и обратную сторону. Незаметно выросла единственная дочка Лена. Но когда в 1984 году у Ульянова родилась внучка Лиза, Михаил Александрович активно включился в воспитание. Он играет с ней в куклы, с собой берет лучшие наряды. Он обожал Лизку. Просто обожал совершенно какой-то неимоверной, нечеловеческой любовью, преданностью. Вот насколько он любил меня, когда я была девчонкой, тоже совершенно безоглядно и безумно. Настолько же он полюбил Лизку. Вечно надо мной, как ангел-хранитель, он звонил по пять раз в день. То есть это нормальная ситуация была, по шесть. То есть ночью он мог позвонить, с тобой все в порядке? Я говорю, все нормально, дедушка, три часа ночи. А то вот мне показалось, у меня вот интуиция, что-то, предчувствие. Сегодня Лиза замужем, но гордо носит фамилию деда. Это ее выбор. Он был замечательный совершенно отец, замечательный дед, замечательный муж, понимаете? И он был как бы тоже, это вот его инстинкт художника, инстинкт человека. Он знал, что во всей этой круговерте, так сказать, исторического бреда, очень важно сохранить дом, понятие дома. Когда они получили этот участок и построили дачу лет 50 назад, то было здесь очень близко от Дмитровского шоссе. И папа начал сажать лес. То есть он выкапывал в лесу елочки, копал здесь ямы, перевозил сюда эти елочки, сажал елки, березы и все что угодно. Причем он сажал не только напротив нашего дома, а вот от самого начала поселка и туда еще довольно далеко. То есть он сделал доброе дело для многих соседей. Вот все соседи называли Мишкин лес. Правнуки Михаила Ульянова, двойняшки Игорь и Настя, родились, когда актер был в больнице. Михаил Александрович знал об их рождении, но ему так и не довелось повидать малышей. Только время покажет, выберут ли правнуки Ульянова актерскую профессию. Мне кажется, что не стоит абсолютно, уж им точно. Раз я не продолжила, то уж им куда. Хотя, в общем-то, я готова любой их выбор принять. Однажды режиссер Сергей Соловьев предложил Михаилу Ульянову сценарий фильма, в котором предполагалась роль и его жене, Али Петровне. Михаил Александрович сразу согласился. Когда я ему принес сценарий, значит, этого дома под звездным небом, он взял его читать, читал три дня, потом я ему поговорю. Он говорит, ну, приезжай, приезжай. Я говорю, ну как, Михаил Александрович, как это самое? Он говорит, ты знаешь, я его читал три дня, абсолютно ничего не понял, вообще просто ничего не понял. Но я согласен. А вот Петровна с Михаил Александровичем. Оказались на одной съемочной площадке. И вот было удивительно, да, потому что все, вот ведь этот тип взаимоотношений вообще исчез. То есть у меня на площадке были просто два великолепных актера, которые очень артистически тонко понимали друг друга и чувствовали друг друга. Вот и все. Поздравляю! Спасибо! Познакомьтесь, мой товарищ по мост-концерту Валентин Компостеров. Поздравляю! Очень приятно! Благодарю вас! Благодарю вам! А все и дружинкам! Актер Михаил Ульянов много снимается в кино, руководит театром Вахтангова. И все это вместе на протяжении почти 20 лет. 1338! 1338! Как отдать его всех, вот лично играл я! Нет! Я бы играл! Я бы играл! А в таком случае, когда же ты успеваешь сниматься в кино? В контрактах! Тут, что называется, надо, во-первых, совесть. Во-вторых, совесть. И, в-третьих, совесть. Но общественная работа требует не меньше времени. Сыгранные Михаилом Ульяновым роли руководящих работников привели его во власть. В советское время он избирался народным депутатом и был единственным актером, членом Центральной ревизионной комиссии ЦК КПСС. Позже Михаил Ульянов занимал должность председателя Союза театральных деятелей России. Это нормально. Но особенность заключается в том, что у них гарантия на 25 лет. Ой, намекаем. Пожалуйста. Спасибо. Прошу. Михаил Александрович – это очень нервный, мыслящий, глубоко и серьезно. И чем больше он занимал какие-то должности ответственные, тем больше он был озабочен этим. Он заботился о стране, он заботился о психологических каких-то особенностях, он заботился о нравственности. Он это чувствовал, он это понимал, и он этим жил. Как всякий нормальный художник, всегда находился ко всякой власти в оппозиции, понимаете? Он, тем не менее, время от времени должен был быть самой этой властью. Потому что должность его была невероятная. Просто невероятно. Он был каким-то заместителем самого главного человека, ревизионного отдела ЦК КПСС. Это, то есть, там вообще, его там все трепетали. Хотя ему трепет этот, и должность эта, и все это, ну, ни с какого бока были не нужны. А нужны были только за тем, чтобы иметь возможность помогать хорошим людям. Помогать театру, помогать кино. Помогать, то есть, он понимал, что это ужасное, но средство. Им нельзя было выйти на улицу, потому что останавливались люди, когда они с Тихоновым пришли в Моссовет, мне квартиру выбивать, втвоем. И там милиционер повалился без чувств, просто от ужаса, что они проходили через эту самую Штирлиц с председателем. Понимаете, такая у него была немыслимая слава. В жизни он действительно был замечательным человеком, очень отзывчивым. Скольким людям он помогал. Он был очень популярен. Он делал добро тайно. Он не хотел ни перед кем его выставлять. Вот интересная вещь. Он ведь был, сделал, в общем, большую карьеру для актера, я имею в виду, и ревизион. Вот это было абсолютно потому, что его на это, он просто был готов для этой роли. Он сам внутри. Не хотел. Он просто не делал к этому шагу, это даже смешно об этом говорить. Он оставался стеснительным, невероятно. Я могу себе представить, что, чего им бы стоило отрабатывать целую смену и так далее, тянуть на себе театр, но об этом можно было только догадываться. Это никогда не было афишировано, никогда не было достоянием общественности. Это уже мне Анатолий Владимирович Попанов рассказывает. Миша теперь по утрам бегает. Я говорю, вы откуда знаете? Я специально на балкон прихожу и жду, когда он побежит. Бежит Миша, я ему кричу. Миша, от инфаркта не убежишь. Миша! И он, значит, бежал мимо этого дома. Все здесь было, рядом. Вся жизнь Михаила Ульянова тесно связана с Арбатом. На этой улице прошли его студенческие годы. Здесь он работал в театре имени Вахтангова и встретил свою судьбу. Отец в последнее время очень не любил Арбат, когда вот он стал таким пешеходной зоной с огромным количеством разных палаточек, с огромным количеством народу, бомжей. Он даже предпочитал вообще здесь не появляться, а обходил, выходил из седьмого подъезда, сразу садился в машину и уезжал. Никогда здесь не гулял. Хотя, в принципе, здесь его юность прошла на арбате. Да и зрелость. Вообще вся жизнь. Это, что называется, само собой разумеется. Было бы странно, если здесь были всякие разные другие люди, но не вахтанговцы, которые за моей спиной стоят и сейчас будут их камни закладывать. Что-то в этом есть и шутовское, и что-то есть и жутковатое. Ну, сейчас вот видите, вот на Вахтангове стоят, сейчас вот меня повесят, сейчас на меня станут. А зимой вообще-то будет снег, грязь и так далее. Что-то в этом есть непродуманное. Главный социальный герой советской эпохи Михаил Ульянов нашел свой образ и после перестройки. Очень достоверен и убедителен его дед в фильме Станислава Говорухина «Ворошиловский стрелок». Картина Говорухина «Ворошиловский стрелок». Мне она безумно понравилась, потому что там не было ничего, никаких поток с точки зрения характера и образа. Он уже был в том возрасте, когда это Магуре, и это абсолютно совпадало с его точкой зрения на мир, на жизнь. В тысячи случаев это прошло бы, ну, как-то так, без отголоскового. Но в этой ситуации возник такой дед, который не позволил доломать девочку, который не позволил вот этому статусу хво оставаться таким, как он здесь. Он не позволил ситуации победительства, как бы доминировать. Он наказал. И честь ему и хвала, на самом деле. Если не он, то кто? Никто. Станислав Сергеевич предложил ему роль человека, который видит эту пугань и не может с этой пуганью согласиться. То есть как бы опять че ехал наперекосяк с его, так сказать, убеждениями. Он говорил, да, ну, там, вот коммунизм, конечно, он себя исчерпал, потому что, так сказать, там это... А не важно, кто чего говорит для искусства. Важно то, что ощущает и чувствует художник. И это поразительная ульяновская роль в картине Станислава Сергеевича. У каждого из нас свой ульянов. Для кого-то он навсегда останется Жуковым, для кого-то он председатель Егор Трубников, а для кого-то генерал Чернота. Кто-то вспомнит Кайтанова в «Добровольцах», а кто-то деда из «Ворошиловского стрелка». Михаил Ульянов. Актер, диапазон ролей которого бесконечен. Мы все принимали за чистую монету. И то, что он Жуков, и то, что он то, и то, что он председатель, все это воспринималось как то, что есть. Играя моего брата, он у меня спросил, ну, эта семья же православная, да, христианская? Я говорю, да, конечно, да, надо не забыть тогда крестик надеть. Понимаете, ну, вот какая деталь, кажется, да? Ну что? Ну, с крестом ты снимаешься, без креста ты снимаешься. Я имею в виду для роли. Да, не забыть крестик надеть. Вот в этом его душа. Он жил на разрыв между съемками, семьей, которую он очень любил и дорожил, и миром, который чаще всего просил у него что-то сделать. У него была удивительно обаятельная, добрая улыбка. И есть такие фотографии, где он широко улыбается. Но с определенного времени он ни за что не хотел вот так сниматься. Он снимался только вот так вот, насупленный, серьезный, злой. И нельзя было его заставить. Ему говорили, Миша, ты смотри, вот так... Он пренебрегал. Позже Михаил Ульянов сказал, я не хочу, чтобы меня отделяли от прожитой жизни или, наоборот, слишком привязывали к профессии. За долгий путь в театре и кино я, пожалуй, все сказал. Взгляды мои известны, тем более, что впереди еще столько всякого. Он занимал в нашем кинематографе огромное пространство. Огромное пространство. Вот видите, начиная с первых его ролей, Черно, так и кончая следующими нашими картинами. Смотрите, сколько он занял. Сложно сказать, проще сказать, чего он не сыграл. Хотя это тоже сложно. Действительно, человек эпоха. Он же умница. С ним всегда было приятно поговорить. Всегда можно было посоветоваться. Жизнь проходит, она быстрая. Она не успеет ничего сделать. Это и прожить жизнь. Михаил Александрович успел. Жаль, что мало, Боже мой. Жаль, что мало. Потому что уж очень хороший человек. Количество несделанного, количество того, что могло быть сделано, так сильно перевешивает. Недавно смотрел, потому что совсем, казалось бы, да? И уже и колхозов нету, и совхозов нету. Никто ничего не помнит. Кто что-то тягал, кто... Вообще ничего не... Грандиозный совершенно человеческий характер. Человек на все времена. Жизнь актерская жестока, беспощадная. Тут, так сказать, в бабки никто не играет. Либо ты нужен, либо ты не нужен. Либо ты востребован, либо ты не востребован. Либо ты на глазах у зрителей задыхаешься, либо ты потрясаешься. Либо-либо. Другого не дано. Либо-либо. 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 ГРУСТНАЯ СТОЛИНА ГРУСТНАЯ СТОЛИНА Субтитры создавал DimaTorzok